начинаем самого светлого этот яркий солнечный теплый горячий свет который идет от солнца вот он солнце прямо нас над головой я смачиваю вот этот вот кусок кадмий желтый светлый и немножко зелененький травяной зеленый возможно пригодится неаполитан как вот чуть-чуть неаполитанки и по вот этому кусочку я делаю вот так вот там где я смочил по этому фрагменту вот здесь рисую вот такие вот штуки пускай они расползаются еще кисточкой разведу дальше что нужно художнику когда мы рисуем вот такие вот вещи когда у нас с деревьями что-то происходит нужно знать степень влажности бумаги потому что нам видно что где-то в каком-то месте это может быть очень мягкая текстура допустим вплетение одного цвета в другой и очень жесткий край когда мы показываем границы светлого и темного я имею ввиду фон он те дальние деревья на горе которые за вот этим вот деревом и за вот этими кустами вот я сейчас жду какое-то время терпеливо жду поглядываю на бумагу потому что совсем мокрая бумага мне нужно а мне нужно чтобы краска немножко вернее вода ушла туда и лист стал матовый поверхность листа стала матовой все в этот момент это можно проследить по тому как солнце отражается допустим если мы вот под таким углом посмотрим на этот лист мы увидим что либо блестит поверхность листа либо она становится матовой готовим красочку я намешиваю окись хрома ультрамарин мы внимательно смотрим в каком направлении идет день и мы вот это направление с вами имеем ввиду танец в этом месте начинается танец класс постоянно перескакивает щелк 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 с натуры на лист потому что это очень важно это критично важно так чтобы мы с вами четко понимали что мы делаем и для чего передавали сущность дереву его характер где-то добавляем где-то мы убираем лишние штрихи и пятна идем дальше следующий вот это вот вот эти кусты большое пятно внизу и потом она распадается на маленькие фрагменты сегменты вот здесь уже ближе к границам ближе к краям и в этот момент у нас допустим что нужно еще допустим какая-то жесткость уже вот здесь вот лишние каких-то местах мы ее можем разгладить пока вот это вот вторая заливка темная не впиталась не ушла вовнутрь где-то сделать помягче допустим вот здесь вот я чуть-чуть кончиком кисти отжатой кистью я отрабатываю вот эти по краям места я разглаживаю их делаю это вот таким вот пуантилизмом да понимаете то есть фактурка точечки внизу очень насыщенная темная большая фактура которая кверху начинает распадаться на фейерверк вот этого вот мелкого вот это вот звука и то же самое вот здесь плюс направление вот это мы имеем ввиду мы приглаживаем еще вот в таком вот видит вот туда в эту сторону и теперь когда у нас вот это вот уже готово мы можем смело залить основу для этого всего я возьму условно говоря кобальт кобальт с остатками вот какого-то вот этого зеленоватого я еще немножко возьму окисихрома потому что там есть вот эта вот зелень она присутствует чуть-чуть и начинаем мы идем сверху закрываем большими такими пятнами по сухому да и вот здесь вот уже в этом месте мы берем кончик кисти и кончиком кисти мы делаем вот что оставляем места оставляем те сверкающие границы листочки где у деревья смотрим на форму дерева внимательно еще как она у нас выглядит из чего она состоит и аккуратно аккуратно миллиметр за миллиметром идем вниз обходим снова иду наверх закрываю вот здесь вот кусок больше обхожу дерево и снова точечками вот так вот аккуратно но оставляю где-то сверкающие вот эти вот листочки фрагменты и вот здесь уже я очень плотно подхожу к дереву вот то же самое все вот и касается вот этой вот часть идем доходим вот здесь вот до вот этих вот кустов и тоже оставляем где-то сверкающие точки а где-то мы закрываем все полностью и обходим рисуем вот такой вот текстуру отжимаю кисточку и здесь смываю границу между деревом и и фоном потому что они сливаются почти чтобы в каком-то вот этом вот месте в тени в тени убираю лишние вот эти вот клякс очки чуть-чуть делаю вот такой вот плантелизм кисточкой и все здесь чуть-чуть полутень здесь с этого края тоже полутень потому что солнце у нас под углом в этом месте мы опять берем кисточку и отжатой кисточкой выбираем так чтобы у нас снова восстановился вот это вот равновесие немножко можно помочь себе ногтями поцарапать чуть-чуть